Здравствуйте! В эфире новости. Корреспонденты Первого Карагандинского и Ягуль Нуржакен расскажем вам о главных событиях этого дня. Морально-этические нормы тушения пожаров. Дороги строим на века или, как всегда, влияет ли единица зарплаты на цену единицы куниного мяса? Дачники общества Алма на пожарище обнаружили страшную картину. Не просто обгоревшие останки, а практически полностью сгоревшее тело. Его вывезли, но, как оказалось, не полностью. В дачном обществе Алма в этом году первый случай пожара со смертельным исходом. Страшную находку обнаружили дачники. При пожаре здесь погибла женщина. Ее останки вывезли, но не все. Это действительно нога, нет? Я не знаю. Бог его знает, что это такое за часть тела. Ну, что-то, видимо, часть тела какого-то. Тут она понимает, тут было как. Приехали так, головышкой, голова собрали. Потом начали собирать все внутренности. Потом приехали еще раз поездить. Собирали вот это. Ну, потом там. Все поскидывали уже. Вот так. Я приезжал, вот так было. Все так было. Они просто не искали. То, что на виду было, забрали. На виду было, забрали, наверное. Ну, это точно часть тела, потому что видно. Да, это же кусок тут. Валяется какой-то. Кость. По словам председателя, погибшая женщина злоупотребляла спиртным. В день гибели она закрылась в будке и никого к себе не пускала. Ее сыну пришлось ночевать у соседей. Люди проснулись от запаха дыма. К этому времени огонь полыхал внутри металлической будки и охватил деревянную пристройку. По словам Ивана Разгона, части тела собирали несколько дней. Но, как оказалось, нашли и вывезли далеко не все. Ну, я понимаю, это уже оплошность кого. То ли Феникса оплошность, то ли опергрупп. Я не знаю, кто-то должен отвечать за это дело. Но это, конечно, просто нехорошо сделать, что, как я считаю, это ненормально. Они должны были собрать все полностью, даже до пальчика, потому что хоронить человек надо. Ну, пожар есть пожар. Я понимаю, что человек сгорел. Ну, то, что сгорело, оно, как говорится, сгорело. А то, что осталось, это можно было видеть и собрать. Кроме моральной стороны, ведь к умершим в любой религии относятся с уважением, есть еще одна проблема – торговля паленой водкой. Вернее, обмен на дачно-огородные продукты, отчего, видимо, и погибла женщина. Собирает ягодок, идет к киоскам, дают продукты с дачи и дают, киоски говорят, дают им паленую водку, как говорится. Пожары в дачных массивах – не редкость, но за ними стоят проблемы не только морально-этического порядка, но и правовых норм. Сергей Высокосов, Бахтия Руспанов, Первый, Карагандинский. Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в Казахстане в июле 2014 года составила 125 936 тенге. Это передает информационное агентство newtimes.kz. Индекс национальной заработной платы к июлю 2013 года составил 111,7%, реальной 104,4%, сообщает агентство Республики по статистике. Эта радостная весть взволновала всех, кто получает 40-50 тысяч тенге в месяц. В отраслевой структуре самая высокая заработная плата в Казахстане отмечена в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – 253,9 тысяч тенге. В два раза превышает средний республиканский уровень. Как отмечают специалисты, самая низкая заработная плата у работников сельского, лесного и рыбного хозяйства – 63,6 тысяч тенге, что на 49,5% меньше показателя в среднем по стране. Может, поэтому и подорожало куриное мясо в Караганде? Цена одной тушки цыпленка-бройлера в супермаркетах доходит до 800 тенге. Отсюда у карагандинских потребителей вопрос к городскими областным властям – контролируется ли у нас ценообразование в городе. В Караганде куриное мясо выпускает только одно предприятие – фирма АкнарПФ. Действительно, 6 августа повысилась цена на нашу продукцию, подтверждает менеджер по качеству ТО АкнарПФ Инга Алясова. В среднем отпускные цены выросли на 7%. Подорожали все наименования товара, кроме голени. Например, отпускная цена на тушу цыпленка-бройлера была 560 тенге, а теперь она составляет 600 тенге. Сразу уточню, что в наших фирменных точках наценка на товар составляет всего 20 тенге на килограмм. Получается, что тушку цыпленка там можно приобрести за 620 тенге. Все остальные магазины и супермаркеты делают такую наценку на товар, какую захотят. Ее никто не устанавливает и не регулирует. Поэтому цена цыпленка для конечного потребителя может достигать 800 тенге за килограмм и даже больше. Постарались и поставщики сырья. С начала года рост стоимости основных составляющих кормов составил 36%, а пшеницы в них в среднем 55%. Сведения о том, что урожай зерновых будет меньше, воодушевляют наших поставщиков сырья. Поэтому дорожают и пшеница, и кукуруза, которую сейчас днем с огнем не найдешь. В областном управлении сельского хозяйства знают эту ситуацию с ценой на мясо птицы. Чиновники утверждают, что основная причина его подорожания – это повышение стоимости кормов. А это происходит в основном из-за нестабильности на рынке зерна. Ведь фураж старого урожая заканчивается, а новые еще не собрали. Власти планируют с 5 сентября устраивать в Караганде сельскохозяйственные ярмарки. Кроме того, они намерены заключить с производителем куриного мяса договоры на прямые поставки товара и продавать его через социальные павильоны. В 2016 году между Астаной и Тимиртау будет современное четырехполосное шоссе, соответствующее всем мировым стандартам. В данный момент в этом направлении идет активная работа. Министр по инвестициям и развитию Республики Казахстан Осет Истекешев ознакомился с ходом строительства трассы. Строительство современной дороги было начато по инициативе президента Нурсултана Назарбаева в 2013 году. Шоссе будет соответствовать всем современным стандартам качества. Покрытие дороги будет бетонным. В ходе рабочей встречи Осет Истекешев ознакомился с основными проектами по автомобильным дорогам республиканского значения. На сегодняшний день ведутся работы на 24 участка в 1045 километрах в 2015 год. Завершение полной сдачи в 2016 году. Кроме этого, по поручению главы государства ведется две коридоры. Центр-Юг – это города Астана, Караганда, Балкаш, Алматы. В 1295 километрах по всей протяженности первой категории дороги. В строительстве дорожного полотна общей протяженностью 109 километров задействовано пять подрядных организаций. Работают 640 единиц дорожно-строительной техники. Привлечено к ремонту свыше тысячи человек. Здесь местный материал, рядом с месторождением и больших тех предприятий, которые идут. Шлак, у вас еще где идет, с металстил идет, а с неруда идет, с этого идет, но со всех сторон идет. То есть местный материал. Еще и сами разрабатывают. Цвет идет с Караганда. Первый заместитель Акима области Асылбек Дюсюбаев обсудил с министром ряд проблемных вопросов, касающихся нашего региона, а именно оказать государственную поддержку в строительстве. Заострил внимание на низком качестве объездных путей, а именно на трассу, которая проходит в объезд города Караганды в сторону Алматы и объездную дорогу вокруг поселка Осакаровка. Основной вопрос у нас в объездной дороге, до Сакаровки, мы получаем много жалоб каждый день. И население путает, что дорогу мы отвечаем от трудностей, и основные претензии получаем мы получаем. Что касается финансирования дорожной отрасли, то выделенные средства направляются на эти цели согласно плану. 308 миллиардов, из них 84 миллиарда это через комитет автомобильных дорог, и через национальную компанию 223 миллиарда деньги. На сегодняшний день нами освоено 110 миллиардов деньги, это 49%. Мы ожидаем в целом 1734 километра работ и 299 километров по займу. Всего 2033 километра в этом году мы идем. Министр по инвестициям и развитию Республики Казахстан Асет Исикешев поручил увеличить темпы работ, взять под контроль в первую очередь качество дорог, а также обеспечить безопасный проезд на всей протяженности строительных работ. Мы потребуем сейчас в сентябре утвердим, но до этого времени надо это. Здесь мы должны понять участки. В конце текущего года планируют создать в эксплуатацию первые 12 километров дороги. В целом проект будет завершен в 2016 году. Гульнор Жакен, Бахтиара Успанов, Первый Карагандинский. Впереди короткая реклама, не переключайтесь, оставайтесь с нами. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Allugal, Galvin, Херкюль. Торговая марка Galvin представляет. Эконом серия профиль Galtec 53 серии. Эконом система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 миллиметра представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система – профиль Galvin. Профиль Galvin 60 серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 миллиметров. Идеально подходит для любого климата и региона. Система стандарт относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия эксклюзив. Пятикамерный профиль Galvin 70 серии. Монтажная ширина 70 миллиметров. Пять камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 миллиметра. Помимо белого цвета профиль Galvin выпускается в шести цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонней, внутренней и наружней ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Galvin и Galtec не содержат свинца. И на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Galvin. Морозостойкий, надежный, прочный. К другим новостям. Кинотеатр Саржайлау и угольный департамент организовали концертную программу для шахтерских династий. 23 августа во Дворце культуры Горняков состоялось торжественное собрание, посвященное Дню шахтеров. В этот день чествовали не только шахтеров, но также их семьи и ветеранов шахтерского труда. В августе 1947 года впервые в стране праздновали День шахтера, который и до сегодняшнего дня отмечается в последнее воскресенье августа. В зале Дворца культуры собрались ветераны труда, шахтерские династии и лучшие работники предприятий угольного бассейна. Сегодня замечательный день. День, когда мы можем сказать вам спасибо. День, когда молодежь, которая здесь сидит, может сказать, мы должны с них брать пример. День, когда мы должны благодарить наш край, нашу землю, которая подарила тот кусочек черного золота, который сегодня согревает всех нас. Праздничная концертная программа поднимала настроение всем присутствующим. В зале царила радостная атмосфера. Виновникам торжества вручали благодарственные письма и ценные подарки. Позвольте нам тоже от имени кинотеатра Торжаляв вручить наши подарки. Пожалуйста. Вот. В этот день поздравляли династии шахтеров и ветеранов шахтерского труда. Им было сказано много теплых слов и пожеланий. У нас еще много ветеранов труда, женщин, которые во время войны работали в шахтах. Во время войны, после войны. Их поздравить с Днем шахтера и поздравить от лица всех карагандинцев, от всех карагандинцев, шахтеров Донбасса, которые в этот трудный день тоже встречают свой праздник профессиональный, День шахтеров. Более 60 лет свой профессиональный праздник отмечает многодысячная армия представителей одной из самых мужественных профессий, покорявших недра нашего края. Они добывают черное золото, сырые арки и угольная промышленность области остается одной из основ экономики региона. Лариса Хусыинова, Эдин Жакан, Бахтия Распанов, Первый Карагандинский. Тяжело в учении, легко в бою. В Караганде прошло традиционное августовское совещание работников образования на тему инновационной стратегии образования как фактор устойчивого развития государства, общества и личности. В 2014 году августовские мероприятия сферы образования проводились в виде реализации посланий президента РК. Перед началом совещания была представлена выставка на тему системы образования Карагандинской области, достижений и инноваций. В рамках совещания была развернута работа дискуссионных площадок по актуальным вопросам современного образования на сайте школы. Проведены расширенные секционные заседания. На планерном заседании были подведены итоги 2013-2014 учебного года, затронуты актуальные вопросы повышения качества образования, обсуждены приоритетные направления развития образования в Карагандинской области в ближайшие годы. Августовское совещание прошло под председательством Акима области Нармухамбета Абдебекова. Тема эта выбрана не случайно, ведь успешная реализация стратегических целей и задач, поставленных президентом страны, лидером нации, Нарсултаном Апишевичем Назарбаевым, в послании народа Казахстана, Казахстанский путь 2050, единая цель, единый интерес и единое будущее, зависит от инновационного пути развития страны на основе человеческого капитала. Хорошее качество образования всегда отличало Карагандинскую область. Немалую роль здесь играет финансирование, внедрение новых современных технологий, строительство и реконструкция школ и детских садов. Однако, как отметил Аким области, в данной сфере еще немало проблемных вопросов, которые необходимо решать. Совещание прошло в режиме онлайн с охватом 600 участников зали и видеоподключением более 4000 представителей учительской и родительской общественности из 18 регионов области. Аким области выделил 15 основных шагов для развития образования в области. В завершении совещания состоялась торжественная церемония награждения лучших педагогов области. Сегодняшняя конференция прошла в новом инновационном режиме. Это было живо, интересно, необычно, а для меня особо важно, потому что я сегодня получила министерскую награду «Почетный работник». Лучшие педагоги области были награждены грамотами Акима области, наградами Министерства образования и науки Республики Казахстан. Впервые отличившимся педагогам Нармухамбет Абдебеков вручил нагрудный знак «Почетного работника», а родителям, чьи дети набрали максимальное количество баллов на ЕНТ, были вручены благодарственные письма. Ануар Сидрахим Адинжакам Бахтярус Панов, 1-й Карагадинский. Продолжим. Лечение в Казахстане станет лучше. С 26 августа текущего года Департаментом Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности внедрена оценка практических навыков для работников с высшим медицинским образованием. Для оценки практических навыков создана комиссия, которая будет определять профессиональную подготовленность и подтверждение соответствия квалификации. Экзамен проводится в учебно-практическом центре на базе Карагадинского государственного медицинского университета. Каждый экзаменуемый должен показать свои навыки на четырех клинических станциях. Это сердечно-легочная реанимация, острый коронарный синдром, первичная хирургическая обработка ран и коникотемия. Оценка практических навыков является вторым этапом аттестации тех врачей, которые идут на квалификационную категорию. Это добровольная. Каждый врач, который желает получить категорию, то есть первый этап проходит тестирование и второй этап оценка практических навыков. Во время сдачи экзамены, можно сказать, врачи разыгрывают спектакль. Экзаменаторы говорят, что у них болит, а тестируемые врачи должны сразу определить диагноз и оказать первую медицинскую помощь. За всем этим следит комиссия. Сегодня на базе медицинского университета, это симулятивный центр, где проходит обучение студенты, врачи, наши практическим навыкам. Проходят впервые в Казахстане, как в Каргандинской области, это оценка практических навыков. То есть врачи сегодня сдают аттестацию, показывают свои знания, практические применения при экстренных, неотложных состояниях. Врачей проверяют по полной программе. Они измеряют пульс, давление, вспоминают все, чему их учили в университете. Также практический экзамен сдают на муляжах и манекенах. Целью внедрения и оценки практических навыков является улучшение оказания качества медицинской помощи населению. Лариса Хусуинова, Эдин Джекан, Бахтиар Аспанов, Первый Карагандинский. В завершении выпуска еще об одном. Спорткомплекс «Динамо» на время превратился в игровую площадку. Там для семей карагандинских полицейских прошел спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья». Мероприятие проводилось с целью пропаганды здорового образа жизни, популяризации совместного досуга семьи, направленного на привлечение к регулярным занятиям физической культуры и спорта. Команды участников представляли собой квартет из мамы, папы и, конечно, детей. Условие одно. Хотя бы один из членов команды должен служить в полиции. Конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья» собрал 9 команд, состоявших из членов семей карагандинских полицейских. В своих ежегодных посланиях на руках «Динамо» на нашем государственном 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 государстве проделана огромная работа по развитию республики массового спорта и спорта высших достижений. Проводимое мероприятие призвано способствовать укреплению и развитию семейных традиций, благоприятствовать оздоровлению микроклимата в семье, да и хорошее настроение и у участников, и болельщиков не мешало бы поднять. Подсчет баллов был доверен жюри, состав которого вошли руководители структурных подразделений ДВД Карагандинской области. Семейные коллективы показали отличную спортивную подготовку и сплоченность. Эстафета с мячом, челночный бег в калошах, прыжки в мешках на перегонки – каких только заданий не придумали организаторы для участников. Спортивным семьям нужно было преодолеть препятствия за минимальное количество времени, а беспристрастное судейство следило за честностью показателей. Цель данного мероприятия, нашего спортивного мероприятия среди сотрудников, членов семьи ДВД Карагандинской области – это популяризация массового вида спорта, вовлечение наших детей, членов семьи и объединение наших сотрудников. В зале спорткомплекса «Динамо» не было свободных мест. Поддержать 9 участвующих команд, прибыли родственники и друзья, а также коллеги до зубов, вооруженные плакатами, дуделками, махалками и другими атрибутами фанатского движения. Подводя итоги состязания, главный судья Интыкбаев Ардак Кабыкенович заявил, «Конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья» – самый захватывающий, красочный и интересный конкурс, который мы проводили. Мы все и участники, и зрители, и жюри получили массу положительных эмоций, заряд бодрости и веселья. Победителям были вручены памятные призы и грамоты». «Приложили все силы, дети мои показали, на что они способны, и выложившись, мы заняли первое место, и дальше будем стараться, во всем быть первыми, да? Да? Мы за здоровый образ жизни». По итогам конкурса первое место заняла семья Зенит Диновых, представлявших Новый Майкудовский отдел полиции. Второе место – семья Сейдуалиевых, защищавших честь ДВД области. И третье место досталось Бабайбековым, представляющих Октябрьский отдел полиции. Но в итоге победили все. Сергей Высокосов, Бахтия Роспанов, Первый Карагандинский. Это была последняя информация на сегодня. Увидимся в эфире. Редактор субтитров А.Семкин